Душа поет. Мечта Георгия Босняцкого осуществилась. Вместе с супругой Людмилой Семеновой поэтов привезли на экскурсию в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. О своем желании Георгий Петрович рассказал мне еще в нашу первую встречу. Заслуженный деятель культуры передвигается на электрической коляске. А это значит, что необходим был не только вместительный автомобиль, но и сопровождение. За помощью мы обратились к руководителю фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеславу Кирееву. Он выделил двух волонтеров и транспорт. И мы вместе отправились в путешествие по храмовому комплексу. Спасибо вам за то, что вы организовали. Вячеслав Иванович, депутат Одинцовского округа, я ему низко кланяюсь и тем ребятам, которые волонтеры, которые пришли, Сережа и Влад, которые пришли, приехали за мной, за инвалидом, приехали, могли погрузить коляску, погрузить в машину и меня погрузить. И я мечтал побывать здесь. Надо отметить, что комплекс полностью приспособлен для комфортного передвижения маломобильных категорий граждан. Везде установлены подъемники. Первый объект, которому мы уделили внимание – дорога памяти. Георгию Петровичу было всего семь лет, когда началась война. Киев, детский дом, бомбежки. Проезжая по залам галереи, он едва сдерживал слезы. Воспоминания нахлынули на него. Я потрясен, просто потрясен. Совершенно уникальный. Я ничего подобного не знаю. Я много читал, видел в своей жизни. Но такого уникального памятника тем, кто погиб. Эти миллионы, которые сегодня здесь. Можно подойти, набрать, нажать кнопку и увидеть дорогие лица, тех, кто никогда не вернется и не вернулся тогда, защищая наши рубежи, нашу свободу, нашу Родину. Уникальное сооружение. С открытия храмового комплекса прошло всего несколько месяцев. За это время его посетило рекордное количество человек. И каждый, как один, выходит потрясенный, увиденным, услышанным, прочитанным. Это великая память о великой победе советского народа. Смотрите чаще в небо, господа. Там журавлиных клинья в миллионы. В июне каждый дом пришла ведь беда. И в землю мать врезались, грызались батальоны. И каждый день священнейшей войны под Сталинградом, Севастополем и Ржевом. Сражались насмерть наши деды-пацаны. И русский дух воспрял с народным гневом. Судьба не всех героев пощадила. Потомки святой памяти хранят. Весна. И вновь Россия победила. И с доброй вестью журавли летят. Георгий Петрович и Людмила Александровна прошли дорогой памяти. Дальше нам предстояло посетить главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Уникальное архитектурное строение, которое было возведено меньше, чем за два года, поражает своим величием и красотой. Этот день навсегда останется не только в памяти поэта, но и всех участников экскурсии. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.